Вы смотрите новости Израиль на RTVI в студии Анна Розина. Лига арабских государств осудила решение США прекратить финансовую помощь организации ООН по оказанию помощи палестинским беженцам БАПОР. В ЛАГ обвинили администрацию президента Дональда Трампа в том, что там отказываются нести политическую и моральную ответственность за, цитата, «трагедию палестинцев и даже не пытаются искать решение их проблем». При этом в Лиге не собираются платить вместо США. Больше реакции на решение Вашингтона в материале Романа Янушевского. Ближневосточное агентство ООН для оказания помощи палестинским беженцам и организации работ на грани коллапса. После того, как Вашингтон, главный спонсор этой структуры на протяжении семи десятков лет, решил отказаться от финансирования, БАПОР оказалась на пороге полного прекращения деятельности. В США назвали модель работы и бюджетной практики агентства нерациональными. Взамен американские власти намерены рассмотреть новые модели и способы взаимодействия, в том числе прямую помощь непосредственно от Соединенных Штатов и других партнеров. В Романе решение США назвали способствующим распространению терроризма в регионе, а также посягательством на права палестинского народа. И пообещали обратиться в Генассамблею и Совбез ООН за поддержкой и противодействием. Теперь это политическое решение США добавили к их решению признать Иерусалим столицей Израиля, переместить туда посольство, рассмотреть вопрос о разрешении строительства еврейских поселений и отказаться от решения двух государств для двух народов от 1967 года. Это программа и повестка Беньямина Натаньягу и Шелдона Эдельсона. Соединенные Штаты имеют право сказать, что они не хотят давать деньги. Но кто дал США право одобрять кражу наших земель, нашего будущего, нашей столицы, нашей мечети Алякса? Они не имеют никакого права. Генсек другой организации ООН Антонио Гуттерреш со своей стороны уже высказал сожаление о решении США прекратить взносы в Бапор и призвал остальные страны восполнить нехватку финансирования. Первым откликнулся Берлин. Германия, стремящаяся вернуть себе статус ведущей европейской державы во всех направлениях, видимо, решила заменить Соединенные Штаты на палестинском направлении. Глава МИДа Хайко Маас заявил, что нанесенный Бапор ущерб может привести к цепной реакции, которую нельзя будет контролировать. С начала текущего года Германия уже перевела на счета организации 94 миллиона долларов и готовится предоставить дополнительные средства. Впрочем, конкретных цифр в правительстве Ангела Меркель, питающей особое чувство к близневосточным проблемам, не называют. Причем Берлин готов тратить дополнительные средства, обустраивая жизнь нескольких поколений палестинских беженцев на фоне проблем с мигрантами в собственной стране. Россия деньги не предложила, но США осудила. Официальный представитель МИДа Мария Захарова считает, что решение Вашингтон принял по политическим соображениям, не учитывая гуманитарные потребности палестинцев. Очевидно, что данный шаг предпринят по политическим соображениям и идет вразрез с гуманитарными потребностями порядка двух миллионов человек в лагерях беженцев на палестинских территориях. В Израиле решение США приветствовали. Как отметили в правительстве еврейского государства, Унрва или Бапор давно не выполняет свои функции и превратилась в организацию, увековечившую проблему палестинских беженцев. Мы приняли сотни тысяч евреев, которые пришли сюда как беженцы с пустыми руками, бросив нажитое. Мы превратили их в полноценных и равных граждан страны. Не так обстоят дела у палестинцев. 70 лет назад был создан специальный орган не для того, чтобы принять беженцев, а для того, чтобы увековечить их проблему. В начале января Трамп предложил прекратить оказание финансовой помощи Палестине за нежелание вести переговоры с Израилем. А уже 16 числа того же месяца Госдеп объявил, что США перечислят Бапор всего 60 миллионов долларов, что составляет менее 20% ежегодных взносов Соединенных Штатов в бюджет агентства. К слову, в 2017 году Вашингтон выделил более 350 миллионов. По мнению главы палестинской автономии Махмуда Аббаса, возможно конфедерация с Израилем. Абумазан сообщил, что посланники Трампа предложили ему создать конфедеративное устройство вместе с Иорданией. Это заявление прозвучало в ходе встречи палестинского лидера с группой депутатов Кнессета. Аббас отметил, что одобрит эту идею только в том случае, если в подобное государственное образование войдет Израиль. Он попросил Джареда Кушнера и Джейсона Гринблата узнать, что думают по этому поводу руководители еврейского государства. Напомню, что после переноса посольства США из Тель-Авива в Иерусалим в палестинской автономии заявили, что больше не собираются разговаривать с представителями президента Трампа о любых мирных планах. А все потому, что США, проводя произраильскую политику, не могут гарантировать решение конфликта на равных условиях для всех сторон. И тут же Рамала обвинила Джейсона Гринблата во вмешательстве во внутренние дела. Специальный посланник президента США на Ближнем Востоке обвинил палестинскую администрацию в отказе от участия в процессе регулирования ситуации вокруг сектора газа. Дело в том, что Махмуд Абас заявил об отказе от прямого диалога с Хамасом. Представители Фатха направили соответствующее сообщение правительству Египта. Именно Каир работает над текстом соглашения между Рамалой и Газой. 1 сентября в палестинскую автономию прибыла делегация службы общей разведки Египта для встречи с Абасом. Через мой труп Махмуд Абас решился на Димарш. Фатх выходит из переговорного процесса о внутрипалестинском примирении. 83-летний Раис через своих представителей направил соответствующее сообщение правительству Египта, выступающего посредником на переговорах Рамалы с Хамасом. Причем сделал это в тот момент, когда Каир приступил к формированию текста соглашения, призванного, если не примирить враждующие палестинские группировки, то хотя бы заставить разговаривать с Израилем с общей позицией. Абумазан, состояние здоровья которого оставляет желать лучшего, и который, по информации своего же окружения, страдает провалами в памяти и порой не узнает ближайших соратников, отказывается признавать реалии и пытается донести до всех заинтересованных сторон свою позицию, при которой он и только он обладает всей полнотой власти на всех палестинских территориях, в том числе в Газе. И пока это условие не будет выполнено, ООН Аббас не сделает ни шага навстречу примирению ни с Израилем, ни с Хамасом. Урегулирование с Хамасом в Газе возможно только по принципу «единая власть», единый закон, единые вооруженные силы. Любые переговоры об урегулировании с Израилем должны вестись исключительно через организацию освобождения Палестины. Но для начала Палестину стоит освободить от недальновидных политиков. Это мнение, пусть и негласно, проходит лейтмотивом в процессе переговоров на палестинском треке между игроками покрупнее – Аббаса и Хамаса. Каир уже давал понять Рамале. Если Аббумазан будет упрямиться и дальше, он может потерять газу полностью. А это, по последним данным, почти 2 миллиона человеческого ресурса, или 40% от числа всех палестинских арабов вместе взятых. Деньги на это уже высказал желание выделить Катар. Но Аббас, если верить слухам о состоянии его здоровья, вполне мог об этом позабыть. А вот Хамас, которым руководят лидеры помоложе, у которых с памятью получше, прекрасно понимает, что анклав может быть еще какое-то время и продержится, но без помощи извне население сектора Газа, который так едва сводит концы с концами, может посчитать, что террористы задержались у власти. А потому хамасовцы не скрывают, что готовы разговаривать, даже с ненавистным им Израилем. Правда, сохраняют при этом воинственный настрой. Опять же, для внутреннего пользования. Окончание осады Газа стало возможным благодаря единству жителей сектора и развернутой вами борьбе против оккупантов. Мы никогда не откажемся от права на вооруженное сопротивление. Лидеры террористической организации дали понять шанс прийти к урегулированию ситуации в секторе и без достижения соглашения о внутрипалестинском примирении есть. И даже назвали срок. Два месяца. Так что у Махмуда Аббаса практически не остается ни пространства, ни времени для маневра. И даже маячащая на горизонте Генассамблея ООН, где он может попытаться повернуть процесс вспять, как не раз уже пытался, в этот раз вряд ли поможет. Эту трибуну в последнее время все активнее прочит президенту США Дональду Трампу для оглашения его сделки в века. Если это так, то Раису придется решать, хочет ли он, чтобы в этой сделке и для него осталось место. Поговорим о другой сделке. Ядерной. С Ираном. Место в которое, как известно, освободили США. Тегеран не собирается мириться с вновь введенными американскими санкциями. Министерство обороны Исламской Республики представило план по модернизации вооруженных сил страны. В Тегеране собираются усовершенствовать баллистические крылатые ракеты, наладить собственное производство истребителей нового поколения, а также кораблей и подлодок. Об этом объявил стратегический советник и директор по международным делам Министерства обороны бригадный генерал Мухаммад Ахади. Причем место и время для сообщения подбирали тщательно. Ко мне в студии присоединилась заместитель главного редактора израильского девятого канала Диана Тосунян. Диана, добрый вечер. Адресат заявления – это в первую очередь международное сообщество? Добрый вечер. Именно так. Есть еще более конкретный адресат. Это США с их санкциями. Ведь что сказала Ахади и что из этого предназначено Белому Дому? У Ирана есть хорошие связи со многими азиатскими и африканскими странами. Но не только. Тегеран не видит никаких препятствий для развития сотрудничества в оборонной сфере с европейскими странами. И тут возникает вопрос, как быть с угрозами Трампа. Ведь американский президент четко заявил, что под санкциями США окажутся все компании, которые будут сотрудничать с Ираном. И уж оборонная сфера точно попадает под санкции. Ракетная программа. Из-за того, что она не была включена в ядерную сделку, Соединенные Штаты вышли из соглашения. Не только из-за этого, но во многом. И тут Министерство обороны Ирана заявляет о готовности модернизировать баллистические и крылатые ракеты. Причем это ответ еще одной стране. Франция на днях предложила режиму Айатол начать работу над новой ядерной сделкой, которая включала бы пункты о ракетной программе. Но это лишь одна сторона медали. Есть еще и внутренняя. На фоне нестабильной экономической ситуации в Исламской Республике власти решили прибегнуть к самой простой в таких ситуациях тактике. Кругом враги мы все силы бросаем на оборонную промышленность. В командовании войсками ПВО Ирана заявили, что все средства противовоздушной обороны благодаря навыкам иранских ученых производятся внутри страны. И для убедительности подчеркнули, дореволюционная противовоздушная оборона полностью управлялась иностранными советниками. А теперь эта важная отрасль поддерживается иранскими экспертами и управляется изнутри. Но вот каким образом Иран собирается получить новейшие истребители и корабли. 21 августа Тегеран с помпой представил первый истребитель собственной разработки. Но военные эксперты распознали в этом самолете американский истребитель 1974 года. Такие самолеты США поставляли Ирану до Исламской революции. Однако не стоит преуменьшать возможности Тегерана. Западно-иракские и, собственно, иранские источники сообщают, что Иран передал шиитским милициям, действующим на территории Ирака, баллистические ракеты. Ракеты с дальностью полета от 200 до 700 километров в первую очередь представляют угрозу для Саудовской Аравии и Эмиратов Персидского залива. Но если ракеты установить на западе Ирака, они могут долететь и до Израиля. Тегеран информацию о поставках Багдаду опровергает. Но, по некоторым данным, Иран не только поставляет ракеты. Иран работает над организацией производства ракет на территории Ирака. Таким образом, превращая соседнюю страну в еще один ракетный плацдарм. В этой новости при желании можно найти и положительный аспект. Тегеран ищет альтернативную территорию, альтернативную Сирии. Ирак – это своего рода страховка на случай, если, как это было до сих пор, попытки создать постоянные военные базы и заводы по производству вооружения пресекались. Кстати, 7 сентября в Тегеране состоится трехсторонний саммит, в котором примут участие президенты России, Турции и Ирана. Встреча Путина, Эрдогана и Рухани будет посвящена ситуации в Сирии. Спасибо, Диана. Кстати, Мухаммад Джавад Зариф, глава МИДа Ирана, оказался сегодня в Сирии. Всего неделю назад в Дамаске побывал министр обороны Исламской республики генерал Амир Хатами. В Израиле такую активность связывают как раз со встречи в Тегеране президентов Путина Раухани и Эрдогана. На ней речь может пойти не только о разделе зон влияния в Сирии, но и иранского присутствия на территории Арабской республики. Лидер оппозиционной партии Ешатид Яйр Лапид считает, что иранцы будут находиться на территории Сирии до тех пор, пока это устраивает Москву. Я думаю, что если бы Россия захотела вывести иранцев из Сирии, она бы уже это сделала. Но иранцы нужны русским в Сирии. Они сами говорят, что у нас союз по интересам. Не совпадают, вместе не работаем. У нас и правда функциональная система общения с русскими. Мы следим за тем, чтобы наши ВВС не встретились с российскими, чтобы израильские солдаты случайно не стали атаковать россиян. У нас отличные функциональные отношения с русскими. И их стоит поддерживать в том же состоянии и даже улучшать. И в этом смысле, да, это действительно хороший период. А вот для главы правительства Израиля Бениамина Нетаньяу, по мнению Лапида, настали не лучшие времена. Оппозиционный политик, у которого есть неплохие шансы стать премьер-министром, уверен, что многочисленные уголовные дела, в которых фигурирует жена, сын и сам Нетаньяу, заставляют его закручивать гайки. Будут еще политические игры до выборов, это точно. Новые лица появятся, движения объединятся. Но израильская общественность в целом очень недовольна тем, что правительство целыми днями занято только расколом и разделом. И никто не хочет жить в государстве, где процветает культура ненависти и подстрекательств. И никто не хочет жить в стране, где правительство игнорирует принятые законы. В государстве должен быть закон и порядок. И нет порядка без закона. И не может быть ситуации, при которой правительство нападает на полицию, на суд, на армию с утра до вечера. И все это из-за судебных проблем премьер-министра. Я думаю, что возврат к контролю над ситуацией, соблюдение закона и порядка, когда правительство больше не атакует государственные институты, это, я думаю, будет выигрышным средством. Нетаньяу ведет тайные переговоры о добровольной отставке взамен на прекращение всех уголовных дел. Об этом сообщил бизнесмен Ронни Мана. Раньше он считался человеком, близким к премьеру, но отношения испортились. И теперь Мана утверждает, что некий советник ведет переговоры. Юридический советник правительства Авихай Мандельблит отверг любое предположение о том, что он может вести подобные переговоры. Адвокаты Нетаньяу также опровергли утверждение Маны. И еще одна тема, которую невозможно обойти. В Израиле с четырехдневным визитом находится президент Филиппин Родриго Дутерте. Кто-то называет его азиатским Трампом, кто-то филиппинским пришествием венесуэльца Уга Чавеса. Видимо, из-за непредсказуемости гостя в Иерусалиме решили ограничить его общение с израильской прессой. Операторам даже не дали снять церемонию встречи в аэропорту. Но известный своими скандальными заявлениями Дутерте в Израиле гость вполне званый. В еврейском государстве работает много филиппинцев. Дутерте не заинтересован в прекращении этой практики. Он подумывает приобрести у Израиля современное оборудование для береговой охраны. Израильские власти вполне могут ожидать от Родриго Дутерте признания Иерусалима столицей. Но, скорее всего, не во время этой поездки. Из Израиля президент Филиппин отправится 6 сентября в Иорданию. На этом я с вами прощаюсь. Всего доброго и до встречи на RTVI. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова